всем привет привет завтра у нас праздник большой праздник день победы день победы с наступающим всех праздником видео не может быть немножко выйдет с опозданием но я думаю ничего страшного идем встанем магазин и смотрим как зеленхоз это хозяйство брестки брестское хозяйство которое благораживает наш город брест там в основном девчата работают вот приехал их автобус и они будут высаживать вот эти цветочки да вот видите там уже клумбы готовы туда будут высаживать торопятся успеть у нас ветер и довольно таки прохладно не только у нас я смотрел везде и по белоруссии в россии где короче идем на мопро за яйцами сегодня поход до обеда у нас ну пару слов про праздник праздник конечно очень хороший праздник просто замечательный после рождества и пасхи это наверное по по значимости по почувственности как вот но чувствуется что это действительно праздник не просто красный день календаре хороший праздник замечательный 9 мая день победы ну а наших соседей хочу поздравить с днем европы с европы о чем вам праздник да у них новый праздник праздник день победы отменили у них день европы теперь они отмечают я бы посоветовал вам отмечать не только день европы а день еще и америки называется был бы у вас один праздник день европы и америки может и правильно что так решили отмечать вот день европы день америки надо же как-то угодить начальству отрабатывать каким-то путем хоть ну хоть так хоть и так потому что деньги вряд ли получиться отдать как так что с праздником игрушка это или яблоня каштаны игрушка тире яблоня вообще-то наверно зря я смеюсь и издеваюсь наверно зря почему ты смеешься почему поздравляешь наверное действительно у некоторых товарищей другой менталитет вот так нам написали в комментариях мы совсем другие люди оказывается оказывается мы мы россияне отличаемся от украинцев вот так вот так ну отсюда и все остальное и праздники у нас другие и все и все остальное а мы с тяну и все остальное и мы с тяней будем отмечать наш праздник наш хороший ой как его назвать праздник который наши отцы и деды завоевали отдали жизни свои. Это не сковоречек этого воробишка. Кого ты зовёшь? Кого? Весело ему. Кто будет писать гадости, сильно не старайтесь. Сразу говорю. Потому что Ютуб сам блокирует. Кстати, мы даже не знаем, что он пишет. Чтобы вы знали, да. Так что подбирайте нормальные выражения. Сильно не хамите. Культурно общайтесь. У Ютуба видно, там программа настроена так, на всякие вот эти вот, короче, непристойные выражения. Он всё это скрывает. Умный Ютуб. Единственное, что я вижу, он пишет там, показать скрытые комментарии, которые он считает нужным, скрыть, то есть, ну, не опубликовывать, понимаете. И мы их не открываем. Ну, естественно. Зачем мне портить себе настроение? Так что думайте, писатель? Головой думайте. Так что, товарищи натовцы, товарищи буржуины и другие товарищи с другим менталитетом, можете поздравить нас с Днём Победы? А у нас возле дома цветочки. Это любители, любители высаживать цветы, стараются так. Это соседний, правда, дом. Всем привет, всем добрый день. Ходил в один магазин, во второй, в третий, в четвёртый. Вот в итоге, в итоге взял самую лёгкую. Это алюминиевый сплав на конце. Ну, обычно, как я говорю, на балдашник. А тема та, что продолжается, что говорил уже, мама просила трость найти. Есть и складные, на несколько частей складываются. Ну, там, как я говорю, люфт какой-то. Я бы не сказал, что она удобная. Как-то она тарахтит, это всё гуляет. Есть палки, регулируются по высоте. Есть с золотыми ручками. Есть с деревянным вот этим вот, вот этой частью рабочей. Дерево там сплошное. Ну, самое лёгкое вот это. И цена демократичная. 18,70. Те, что с регулировкой, с золотыми ручками, до 50 рублей доходят цены. С пибикалками мне не попались. С подсветкой тоже. Это, наверное, китайский. Вот так вот. Она довольно-таки длинная. Мы с Таней мерили уже 92 сантиметра. Но мама говорила, где-то 82 ей надо. Это можно всё легко, лишнюю часть отрезать. Денежку оставил я в магазине. Чек мне не выбивали. Ну, так договорились. Если что, на МОПРом магазине ортопедический там салон. Говорю, можно взять, домой померите. Ну, говорю, человек уже пожилой, старый. Ой, как. Ой, что вы, ортопедические эти вот вещи, они это не подлежат обмену. Это то, то, то. Я говорю, всё, всё, всё. Ну, ладно, можем сделать исключение. Я говорю, не надо. Спасибо. Купил в другом месте. Вот и всё. Вот эту трость, которую я вам показывал, купил я возле Коблинского моста. Есть там салон. Там когда-то продавали давно, холодильники продавали. Ну, есть там такой салон сейчас. Если кому надо, кому интересно. Всем привет. Ходил к маме. Я недавно купил ей трость. И надо было её укоротить. И снова надеть там резиновый набалдашник. Ну, одним словом, всё сделал. Потому что, в прошлый раз ходил начал делать второй раз спина. Прострел у меня такой. Короче, я на уколах. Буду надеяться, что всё пройдёт. Так что, был у мамы. Собрали с Таней гостиниц. С посылки с Вайлдберриса от Юленьки. Передаёт мама Юля, тебе привет большой. Слова благодарности. Одним словом, всё хорошо. За всё спасибо. Вчера звонок. Звонок на Вайлдбер. Это магазин Машерова. Белита. Просьба. Когда будет время, подойдите. Мы вам отдадим денежку за дезодоранты. Вот такая история у меня с дезиками. Взял я денежку. Взял другой дезик. Совсем с другой пшикалкой, как я называю. Другой распылитель. Я уже этот боюсь брать. Который брал. Такая история сегодня. Татьяна не ходила. У неё тут свои дела были. Он сидит на скамеечке. С маркизом, наверное. А я колбасу несу. Маркиза. Говорю. Маркиза, у меня колбаса к тебе. Пойдём, я тебе отдам. Пойдём. Пойдём, маркизик. Пойдёшь? Колбаска вкусная есть. Пойдём. Идём. А что, колбасу не отдал тогда? А я его не видел. Бежишься голодным. Иди сюда, маркиз. Маркиз? Сейчас ужинаю. Иди ужинать. Иди, кс-кс. Колбаса, паштет. Паштетная оливерка. Вкусная. Аж тут слышу. Слышу, как пахнет вкусно. Вкусно-вкусно. Пахнет. по-кс-кс-кс. Субтитры создавал DimaTorzok